Всем привет! Продолжаем мультиплеер в Мастер оф Орион. Если вы не смотрели первую серию, то переходите по ссылке в правом верхнем углу. Начинайте, конечно, с первой серии, а не со второй, не дай бог, не с третьей. Ну, а всем остальным приятного просмотра! Смотрю, Серёга, ты убрал часть флота. Прям хоть нападай на тебя и захватывай. Да, Ка, чё делать-то? Меня видишь там, пираты прям уничтожают. А зачем ты весь флот в одном месте держишь? Нет, у меня там был флот, но он просто морально устарел внезапно. Да у меня там были эти, господи боже мой, чё там, фрегаты, да, получается, до крейсировки стояли? Ой, да не фрегаты, эсминцы, а вот пираты прилетели и сказали, что... Нет, это уже сейчас не модные юниты. Космопорт. Увеличивает количество кредитов, генерируемых колоний. Так что... А потом можно... Колонизаторский кораблик. Да, блин, вообще можно снизить пока нагрузку, но... Все равно 6%. Так, знаете, довольно быстрее, довольно быстро занимаешься микроменеджментом, вот с этими пупсами, перетягивающимися. Блин, все равно один бастует. Ну, сейчас я построю поддержку населения и норм будет. Так, очередной торговый договор истек. О, 343. Отличный эсминец. Ну, я тут должен быть сейчас пока самым мощным. Хотя вон Алкарий опять пытается меня догнать. Так, надо заканчивать терраформирование, будет отличная, отличная планетка. А если у тебя превысило случайных кораблей? Ну, то есть, 21 из 20, допустим. Ты наведи мышку, у тебя там будет написано, что ты платишь больше. Блин, я ход завершил. Лучше так. Так, аванпост готов. Через два хода можно будет планеты создавать. Так, здесь, значит, надо построить еще одну космическую фабрику. Четырнадцать ходов. Ок. Продолжение следует... Продолжение следует... Даже без меня! Наши ученые сумели совершить новое открытие. Продолжение следует... 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 так тут планетка строим 80 есть реформирование интересно есть я бы им занялся добрый день в эфире gnn галактическая служба новостей на сакра все расселяется ну по моему на данный момент в игре важно все заселять неважно какую фигню по моему скромному мнению о действительно вот вот у меня выскочила например алкари корабли почему-то теперь я понял о чем ты говорил флот а б и ц ну знаешь это по ходу а ты полностью вот как бы ну открываешь полностью карту где-то выскакивает я просто не скачала я только что из города вышел так следующий ход да у меня тут очиститься все блин минус 9 денег придется включить хотя три хода можно пока потерпеть скоро космопорты практически везде достроиться норм тут нет технологии что планета увеличить если есть терраформирование на размере что ли ну что есть в размере количество людей чтобы там жила больше да конечно людей что до терраформирование так минус по золоту пошел первая технология генетические мутации для бедных планет производства для бедных планет так сделаем генетические мутации зачем она до терраформирование да и зачем ходом вот тут уже будет космопорт где-то делаю так построим колонизаторский кораблик в это настолько долгая штука терраформирование долгая штука ну да ты на промку переключиться нормально так оптроника наши ученые сумели совершить мораль повысить можно будет так по куда мы пойдем дальше что губами шевелит а звука хитров роботы землекопы неплохая штука нет пока улучшать не будем 107 107 золотых но отведи космопорт построил уже сразу плюс 3 пошло да, да, 2 штука и тогда чуть посмелую так а или семь ходов вот у меня в одной сделается он уличится моя планета или нет если увеличится это круто pulis увеличится и от клеток тебе будет больше пользы всяких в одной 32 хода делается дима в одной кромке так 1 1 2 0 16 4 1 момент какая технология вулканические преобразовывают это слишком сложный вопрос когда ту же экология восстановится так блин а что я тут построил сил кима 2 космопорт ага денежка пошла давайте-ка звездную базу космический лифт орбитальную верфь и пошли по кораблям грибные фермы готов проект поддержка населения обращение почвы побыстрее что быстрее тогда будет расти и космопорт готов рабочий в родной системе ментар ты там уже плане туда делаешь из этого из астероида да а а а а а а а а Обогащение почвы закончил Видите, было 2-1-1 Теперь 3-2-2 Как быстрее будет расти планетка И заодно терраформирование Быстрее пройдет Все, планету построили Большая, бесплодная, крупная Пошли теперь Тут Менять Пояс астероидов Так, какая у нас тут сила Боже, ты все-таки проапгрейдил Свои корабли, да? Только один Он почти тысячу стоит Я отведу один сюда Крейсеров я еще построю Вот у тебя считает 12 уровень Хотя я понятия не имею, как это вообще изменяет У меня, блин, восьмой только А, седьмой даже получается Да это просто количество модификаций на самом деле Нет, это-то я понимаю Я могу каждый ход делать модификации У меня за один ход может до 23-го просто вырасти Потому что я 23 А, все понял То есть К мощи никакого отношения по сути не имеет Это просто порядковый номер Ну, изменения Ну, все, доперло теперь Без службы новостей Численность населения в колонии Силонов резко увеличилась В связи... Скачок населения У меня вообще все со всех сторон Не-не-не Это неправильная философия Это ты везде просто Даже без меня Так, роботы-землекопы Ладно, но вот что показывает путь к победе Я вообще понять не могу Я по науке отстаю Ну, парни, ладно, там, немножко нахлепал Но откуда вот эти очки победы суммарные Из чего складываются Я еще как-то не понимаю Тут все путем И в амбаскосе тоже увеличилось Вам тут терраформирование Главное закончить Побыстрее Так, тут у нас что? Колонизаторский корабль Тут колонизаторский корабль Так, сколько он тут еще? Ну, один ход еще можно почистить И можно начинать строительство Вот, терраформирование закончено Круто Ну, две из них вообще кустые Одна Орион А остальные так себе Совсем Так, колонизаторский корабль готов Тей надо вырасти немного Вот, получается, большую планету Собрал из-за второидного поля, да? Да Так, где кто собрал? Я у себя Собрал из-за второидного поля Так, какой из них быстрее это долетит? Раз, два, три. Да, это, наверное, будет тоже три хода. А, ну давайте. Пускай тут колонизирует, а этот кораблик здесь. Еще решить надо, что лучше. Генам-2, бесплодная, бесплодная. И вот есть тундровый бедный, и вот средний тундровый крупный. Хотя бакос-2 лучше колонизируем. Субтитры сделал DimaTorzok Хотя установка обогащения почвы, давайте-ка мы лучше ее быстрее построим. О, пять ходов, отлично. Так, альфа максимума достигла. Ну, сейчас гражданский корабль достроится. Так, и здесь планетку построим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, куда повезем? Альфа-5-8 и терраформированием занимается. Тут обогащение почвы, так что давайте на альфу. 14, отлично. И здесь гражданский корабль. Что у нас тут на химите? Ничего. На силикаме. Вот давайте силикаму один. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS Справочника и карты городов. Кстати, 2GIS попали в тройку лучших приложений App Store за 2015 год. Так что не забудьте зайти на сайт 2GIS.ru И совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Так, звездная база завершена. Теперь космический, ну то есть ускорение строительства всех кораблей и крейсер. После чего можно роботов-землекопов. Так, тут планетку. Тут реформирование заканчиваем. Ну, я убрал туда крейсер. Сейчас, я надеюсь, догнать. Вообще, надо открывать уже новый тип кораблей. Просто и все. Надо график следующим ходом глянуть. На графике я хотел глянуть. Сила у Алкарии самая большая. Вот он тут проапгрейдил корабли. Так. Сокра, чуть-чуть население падает. Количество населения. Накопил денег, проапнул флот. Видите, да? Так, терраформирование закончено. Биом пустынный теперь у нас тут. Можем хоть и дальше продолжить терраформирование. Ну, давайте сначала... Побольше населения. Это корабли гражданские сцены. Надо же как-то планету развивать. Ясно. Это у вас там все земной биотип. Так. Что у нас тут? Ну, норм пускай пока так будет. Так, космопорт, колонизационный корабль и давайте гражданский корабль. После чего роботы-землекопы. Поп... Поп... альфа 4 увеличилась отлично да, блин, ты как рассказал, так мне эти корабли Сакра показывают и эсминцы Алкари показывают я же не врал я думаю, может это какая-то все-таки технология в плане шпионская ну, скорее всего, да потому что раньше в дипломатии я ничего не видел а сейчас в дипломатии я вижу секретную информацию так а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, обогащение почвы Субтитры сделал DimaTorzok Так, восстановитель атмосферы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше летим Дальше летим Что у нас графики показывают? Ну вот, открываешь графики Тут вот Сакра каким-то образом Вот так вот прыгает вверх С очками У меня таких прыжков нигде нету Вы можете вспомнить, что вы делали? Почему вот так, типа, прыгали вверх? Да, я могу Потому что я где-то в шести планетах Построил гражданские корабли То есть это минус шесть жителей Да нет, вверх! Вот очки открой Не вниз, а вверх Слушай, я пока не могу, а перед тобой сейчас ход завершил А, ну, видимо, это армия Ну, может еще потому, что военные корабли построили Колонию основал Добрый день Что нам тут сообщат? Галактическая служба новостей Рост Снижение темпов роста Жаль Так, роботы-землекопы Но немного снизим Загрязнение И после чего Давайте гражданский корабль Хочется уже линкоры открыть и их строить Когда оно тут будет молекулярное сжатие А потом остроинженерии А потом остроинженерии Кстати, смотрите, в этой игре Орион не в центре оказался С краю Так, а что тут? А, коллайдер мы закончили Обогащение почвы Обогащение почвы Ну и центр клонирования Потому что многовато тут жителей А еды немного Так что побыстрее Так, космопорт в Ментаре Колонизаторский корабль пошел Колонизаторский корабль пошел Не нравится мне, что у Сакры больше населения? Конечно Ну вон Алкария Планеты колонизирует потихоньку Ну еще смотрите, как у нас близко столица Вот Альтаир, вот Мой Ментар и вот Сла Так Генам 2 Население увеличилось Альфа 3 Увеличилось В хамите увеличилось 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 Блин, они все Ну ладно, я надеюсь, я до линкоров доживу Как настрою линкоров То у меня звездные базы есть Я смогу Без проблем их содержать Пульсонная ракета Ну так, улучшилось слегка Вы, небось, техами меняетесь там, да? И что просто можно отдавать техе одну другому меняться, да? Вот и смысл брать технологичную расу, если никакого преимущества не имеешь Черт ее знает насчет не имеешь Да я вот, допустим, ну, ну, я понял, что надо в технологии побыстрее ударить Сейчас технологии дарятся, сколько здесь науки ход? Так, а что тут построилось Максимальной численности населения достигли Сколько елку у тебя? Начинается, да? Начинается, да? Начинается Начинается, да? Начинается Не врешь Да А что такое 192? В науке он говорит, у него столько 192? Ну да Ну я даже не знаю, что и сказать тогда Вполне может быть, когда все полностью в науку ставишь этих пупсов Но у нас население больше сразу Я тогда вообще не понимаю, откуда наука берет и мне как она просчитывает В смысле? Ты построил? Ты университет построил? Короче, маленький секрет Я вот первый раз в эту игру играю Но я знаю, что в Циве тоже университет решает Вот здесь строишь университет и у тебя вместо двух науки с клеточки ты получаешь пять То есть ты Да Крутая штука На обслуживание, да Наука не терпит свитой Вот у нас тро университет Может мне в него сходить? Ну конечно, у тебя пять науки И два города Оно 15 и 18 жителей Там, понятное дело, что будет в двух этих городах до хера науки Добрый день В эфире GNN Галактическая служба новостей О, видели? Сейчас очки технологии показывают Да, 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 да В графике чего нету Мы с Сакром вообще примерно равно идем Я вот только сейчас на науку переключился В прошлые два хода до строя университета хоть больше Так, биосферы Так, я вначале, ну, у меня жить лишь мало было Сейчас я чуть, может, догонилась по науки А может, и я Обогащение почвы Давайте терраформирование Блин, бесполезно построил Кто-нибудь в курсе, как гравитацию снизить на планете? Да Так же, как и и повысить Специальная постройка есть И где? Наука не терпится Гравитационных этих Наука не терпится Я скажу, она называется гравитационные поля Да, да Это, так скажем, верхние ветки Да Вот гравитационные поля Ну, можно методы обучения потом Сюда заглянуть Пошел я тут на университет Походу, дело Короче, говорят, все Я с наукой, видимо, распрощался раз и навсегда в этой игре На год, я вот сделал У меня, короче, в столице Столица дает 69 науки Нормально А другой город дает 91 науки Тебе очень с планетами повезло просто и не знаю как А ты где? А, ну все вижу У меня три планеты, говорю У меня три планеты, говорю Ну две Ну их отвою Мне тут одно, короче, понравилось Этот Улучшенное госуправление Почитайте, что делает Мне оно так понравилось, что Так, здесь я еще У меня будет посел Значит, этого отправим А я так понял Я так понял В лаконических ничего хорошего не сделаю, да Мне кажется, тоже можно терраформирование какое-нибудь Но он пока ничего не предлагает Где университет? Там дальше есть улучшенное госуправление Тут мне понравились у него техи Наука Администрация, вот такое вот Вообще прикольное что-то Научение производства Это будет работать только в системах, где много планет Ну да, в Борее, например Или в Альфе А, это, подожди В одной системе что-бы? Да Не в этом Не вообще Не в всей этой Нет Для одной системы А, тогда и не прикольно это У меня нет столько планет У меня максимально две планеты Да тебе больше то и не надо Интересно, правда Ну, давайте другое угры Шкунь-кораблик звучит мощный А вы говорили там какой-то прикольный кораблик Из которого вообще всех выносят Так где он находится? Где-то в древе технологий Не, ну, как он хотя бы называется Звезда смерти, видимо Звезда смерти? Ага Вообще, я посмотрю, как кораблики выглядели Я не помню, это не открывало Я не помню, это не выглядело Так, ну всё я уже тут Вот остался этот газовый гигант, собственно Тут у меня уже В общем, можно удалять эту космическую Хотя, может Понастроить военных баз Граждане динозаврики Уже давно все в гости пришли Если бы они не были атакованы со всех сторон Это как в анекдоте Сэр, мы окружены Так это же зашибись Теперь мы можем нападать в любую сторону Да-да-да-да-да Блин, 50 ходов терраформированы Ладно, пока Денежку построим Ну, короче говоря, я вот понял для себя чётко, что верхнюю ветку игнорировать вообще нельзя Да, там в науке Кстати, дальше я посмотрел, дальше нету нигде науки Это даже дело не в науке У меня вот сейчас ещё жуткие проблемы с деньгами начались А все деньги тоже по верхней ветке Ну, вот я по верху смотрю, я больше науки не вижу Вот нашёл я только вот эти в университете, больше это не вижу А, нет, есть Какой-то узел в галактической киберсети Он вообще почти в самом конце находится Ну, это, по-моему, чудо, оно одно на всю империю, возможно Да Чё за взрывы, опять где-то варваров мочат Слышишь, а что у тебя с ментаром? Чё он в каком-то, блин, абажуре каком-то О, о чём мы корабль уничтожили В каком абажуре? Ну, какой-то у него там щит типа такого Ментар-планета такая, знаешь, давайте Ну, конечно, это столица моя Не, Ментар 2 Ну, это планета, созданная из пояса астероидов С чем? Это Тория у меня взяли, у меня взяли Крочень как-то у меня войска пропали Та бабахнуло в них, наверное а это зелененький меня идет бить сакры все-таки напал никого не убивал ты сказал что не сдохли и решил тебе пойти пока не поздно я их не трогал реально и стояли никого не трогали я не знаю честно я ничего не пулял по ним они меньше в одной пачке все стояли я слышал взрыв честно говоря где флот был у нас там стоит короче два военных аванпоста в двух ходах друг от друга у него стояли войска и у меня стояли войска что-то раз они у меня исчезли что-то у вас там нечистое происходит нет но я спросил он говорит ничего не делал я не я реально ничего не делал если бы я знал как можно так хоп и весь флот уничтожить я бы уже по моему игру закончил я не понимаю как меня так бомбанул добрый день в эфире gnn галактическая служба новостей племя сакра прайд маршанов ну раз пошла пьянка такая в войну давайте воевать уже ударил смысле в спину ударил у нас с ним союз вообще-то алкарите тоже должны были войну сейчас автоматом объявить объявили нет алкаре ничего не произошло даже союз с тобой чё за фигня так ну давай смотреть вы воюете сакрой у меня написано посольство договоры договоры вообще ничего такого все в мире ну короче у меня со всеми все одинаково нехороший ты человек блин у чувака полностью флот куда-то исчез ты идешь его захватывать не понимаешь что у него 200 науки вход и что если я сейчас не пошел на него то было бы нам всем печально ну так тоже исследуй технологии так я исследую технологии у него ты понимаешь чем фишка у него раз а сейчас скажу не ну подожди давай не про науку у человека пропал флот куда-то надо мне ему дать возможность как флот какой-то построить ты же и уничтожил его просто реально кота флот делся это ну как-то так себе так себе честно до строить крейсеры строй более маленькие линкоры строили питом у него и титан еще дороже линкоры тоже дороже у него тоже крейсеры сменцы у него там дорогие слушай а чё ты ламар 2 не поселил у сих вот этот рядышком маленький мы со среднюю не знаю не знаю просто как-то не захотел вы сударь буржуй серёга да дам узнать пу как может что-то действительно влияет может ими ходить надо я не знаю я Я же им долго не ходил. Не знаю, мои тоже стояли просто, я видел, ты войска собрал, но я подвел свои, просто поставил, они стояли. Да, мы оба с тобой поставили, но почему они исчезли? Не, ну офигеть, Алкаре, мне вот написано, я тебе типа хотел сейчас союз предложить, написано сделка уже выполняется, т.е. у нас с тобой союз. Открываешь дипломатию, вот, обе стороны обязуются объявить войну третьей стороне, напавшей на одну из них. Ну, так я же тебя не нападал. Да, вот, может быть, в этом вся суть. Т.е. ты же, получается, как бы напал на Сахфа Каймера. Это что у нас вероломный вармонгер? А, вероломный вармонгер? Смешно, однако, смешно. Убил одного жителя. Сейчас я тебе лечу, погоди. Нет, ну у меня будет всё, ничего есть, не экономический кризис в стране. Да, ты там сиди, развивайся. Я уж тащу флот. Т.е. 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 в Сахре, что ли? Пойдёшь? Да, а куда я что-то везти? Это самая ближняя точка. А чё вы прям... Т.е. 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 лопали на меня, что ли? Я чё-то против, чтобы столицу Сакры захватывали. У меня конкретно захватывать нечем, у меня нету в этих. Никаких. Ты что реально всегда против? Не, я предлагаю всем мир заключить. Только ты вон... Блин, ты уже уничтожил планету этого. Вот молодец. Давай тоже тебе вот планету эту саху уничтожим. уничтожим и мир ну как ламар что-то не уничтожил маршана его столица но не столица а планета я просто ее не изучил поэтому мне не видно ясно ну чуть пореже их стало немножко ну как бы хреново жители восемь жителей и все здания не бомбардировки это пробовать что тут на шляпе там на планете все все в кашу привычки и на беззащитный он напал да 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 а 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 да там у тебя фигня осталась в смысле фигня осталась сейчас я приду тебе покажу как такими войсками бомбить мне планет а точно хитпоин я не обратил внимание что там хитпоинтов нету больше но я щас убегу чё ты думаешь я там стоять буду хитпоин реально провалил мне по сути эти две планеты для этого и здесь усили чтобы их убили да ну почти а а надо к паролинкору за бабаха а 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 ну а на вот тут колонизируем планетки ребят может хоть пунктуAB дел нападай на этого подлого псилона и посмотри в его черные глаза на синем фоне Прям так и просят это, что-нибудь тяжелое. Кстати, может надо было хоть забрузить перед мытьем, как войска у меня сейчас, хоть посмотрел бы из-за чего. Может и надо было. Не подумали. Субтитры создавал DimaTorzok Так, надо, видимо, университеты везде строить. Две колонии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, сматываемся лечиться. А что у меня тут за корабли? Пять тысяч, а у меня три тысячи. В общем, полечиться и объединенным флотом лететь. Хотя тут еще на Алкаре летит. Военный аванпост готов. Так, пропускаем. Фабрика автоматизированная гидропонная ферма. Так, центр клонирования завершен. Давайте-ка расти будем. Пойду покурю. Вот, реформирование завершено. Ну, отлично. Что у нас тут с ростом? Пойду? Пойду. Пойдуо. Пойду. Продолжение следует... Продолжение следует... Орбитальная верфь завершен. Так, крейсер пока отменим. Так, роботы-землекопы, астро-университет. Ну что, скинет он бомбы сейчас наконец-то или что, или где? Ну наконец-то попал, хоть немножко. Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели у меня в крейсерах нету бомб? Почему я так слабенько-то... Продолжение следует... 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 или 110. Ну так что, мне брать столицу, Маршан? Или вы отстанете от меня, и я ничего не буду делать? Ну сам решай. Что ты к нам? Ну-ка, расскажите мне, как посмотреть. График, ну блин. Путь к победе, там график. График-то я вижу, только где конкретная циферка, куда смотреть. А, конкретная циферка в дипломатии. Вот открываешь дипломатию, например, я выбрал Алкари, да? У тебя население 63, войска 9, кредиты 474. Понял? Ну это только если посольство. Если только посольство у вас открыто. А скажи мои характеристики, пожалуйста. А мои? 106 населения, войска 13, кредиты 498. У тебя 63, 9, 474. Да, ладно, не так. О, блин. То есть я сильнее, чем этот кораблик? Что он сюда летит тогда? Непонятно. Переходы до линкоров. А, короче, понятно. Все в лобах. От кораблейте надо звездную базу, ракетную батарею. Ну, я не знал, что... Все плохо, все плохо. Ну, что же сильнее стало? О, уже веселей. 19. Эх, один из жив остался. Добрый день. В эфире GNN. Галактическая служба новостей. Стая Алкари, племя Сакра. Стая Алкари, племя Сакра. Перед смертью хоть повоевать немножко. Это глупо как... У меня такие планы были. Хе-хе-хе. Какой-нибудь корабль сильный открыть. Ну, по сути, тут получаем... Да как бы это и ожидаемое, конечно. То есть, нельзя... У пары вот в одну какую-то ветку нужно... Не спешай. Нет, как у меня войска удалили. У меня войска были чуть-чуть слабее, чем у него. У меня там 7000, у меня 6000. Но они были, и стало ноль у меня сразу. Это только те, которые ты видел. Нет, я имею в виду по общей демографии. Ты тоже не все видел. Думаешь, у меня там одна пачка удалилась? У меня еще и... У меня еще и все еще удалились войска. Если бы у меня в одном месте удалились, я бы подумал, что дабмом бы упал. А у меня удалилась возле той границы и возле другой границы. У меня просто войска исчезли. Ну, как бы... Я сейчас столицу возьму. У меня тоже бомбишь. А ты что, убил моего этого эсминца? Ну, не знаю, что ты летел. У меня сила 1500, а у тебя 400. А ты так делаешь? Ты хоть бы посмотрел на силу, что ли? А он так это делает. А? Он так это делает. Выбираешь свой флот, наводишь на чужой флот. Вы где вообще воюите? Расскажите по секрету. Что? Что рассказать? Где воюите вообще? Саху. Вот выше... Выше Сагана. Эх, блин, нет у меня бомбардировки, как-то. Эх. У меня есть. Да нет, ну что мне сейчас столицу вынесет, и все? Я говорю, нету бомбардировки, так нечем мне бомбить тебя. Так сейчас ты у меня лёгкий, и у меня столицу вынесет. Ты знаешь, у меня очень невыгодная позиция. Я прям между всеми. Так а чё ты воевать пошёл с этим? Потому что у него войск... Войск не было, да? А самики строить тоже не было. Даже без меня! А блин, я понимаю воевать, когда воюешь. У меня армия вся исчезла. Эврика! Ну что, может через пару ходиков всё-таки сейф сделаем? да можно да, но мне уже смысла доигрывать тоже нет у меня уже и в столице здания мало осталось население сократилось на антистолицу это бомбардирует я говорю, столицу бомбардирует уже давно свежехода 4 там просто у него ракет мало было, а у меня здание 13 в столице то есть он вначале там ну здание бомбил, а десантников еще 13, он десантников тоже бомбил то есть 26 лишних там ну надо ракет скинуть то есть не только население умирает, надо еще 26 лишних ракет скинуть, чтобы уничтожить ну вот этим и оптимален один корабль грубо говоря вот флот строишь и там 1, 2 ну это все зависимости на основе какого класса создаешь бомбардировщик, ну там авианосец, как угодно его назвать его просто выгружаешь весь, ставишь боевой отсек расширяющийся и бомбами просто под зарядку его нашли головы а я откуда знаю как вовсе действует, но я первый раз же говорю запустил да тут по сути все первый раз, что мы тут наиграли там 6-7-10 я вообще по принципу целый сыграл я взял целую линию я просто не хотел в центре селиться, чтобы со всех сторон били я взял целую линию и на краях, короче, ну где соприкасается с другим границами туда аванпосты поставил ну и там у меня было два гарнизона в одном армии на тысяч пять-шесть, на другом на тысяч пять-шесть я вот так сидел развивался в науку потом ушел, потому что увидел, что университеты едут шел в науку, начал развиваться и что-то как раз войска ищет ну игра багованная пока что так что говорит в крайнем случае сегодняшний забег ночной наш марафон показал, что как ни крути, но в это играть в принципе можно то есть если все тут хоть немножечко разобраться то есть вести активную войну там самых первых, грубо говоря, минут то еще интереснее главное самым первым кминут тоже не получится, потому что движение ограничено я вот допустим думал, что я вот беру скорость я там взял короче скорость на три, на четыре передвижения где она я вообще не знаю, все равно двигаюсь по одной клетке так тебе ж надо проапгрейдить корабли всунуть в них этот полностью, полностью проапгрейд я даже смотрел, у них вот эта херня есть но они просто не летают на семь клеточек не знаю, у меня вот мои корабли уже сейчас полностью за один ход пролетает этот варп в начале они пролетали там за три хода, за четыре да, значит я еще не правильное дело вот у меня крейсер выбирает там какой-то пульсовая ракета 10 вот какая торпеда 6 там нет, вот это ты сейчас в редакторе сидишь? я просто сижу в создании и поэтому по рейтингу сильные потому что видимо их сделал ну не думаю, что это все так на фото принципиально как вот спецмодуль выбирается у меня ноль спецмодулей редактор выбирай, я могу выбрать у них все иные модули в этом модуле ракетный комплекс не бесстрашный что-то еще а, еще и лимиты занятости есть 450 может быть да, то есть вот нужно уложиться в лимит поэтому самый на самом деле хороший модуль это боевые капсулы потому что они дают расширение причем такое крайне приличное и есть еще один нюанс вот если зайти в редакторы вооружения то вот грубо говоря когда вы выберете в нужном слоте нужное вооружение то вот грубо говоря откроется вот это вот окошко в окошке вооружение грубо говоря вы выбираете количество сверху будут модификаторы еще так называемые так вот если кликнуть в модификатор какой-то определенный то это вес еще увеличит конкретного оружия ну и плюсы где еще вот смотри ты заходишь допустим заходишь в редактор ну вот выбираешь какой-нибудь кресель у тебя там внизу посерединке вооружение кликаешь в слот вооружения ну в любой из них выбираешь что тебе нужно в этом слоте ну допустим меркулитовая ракета предположим вот и с правой стороне где собственно вот все расписано про данный вид вооружения у тебя будут две красные такие точечки модификаторы и количество вот в количестве ты выбираешь просто количество а в модификаторе если ты кликнешь на модификатор вот кликнул на модификатор модификатор включился если ты не кликнул на модификатор модификатор не включился и каждый модификатор добавляет вес это все понятно я говорю давайте наверно закругляться давай ты мне как раз по 2 часа остался понятно за тупых короче надо сидеть и еще эти собирать долго ходишь бывает долго ходишь таймера нет а еще короче кто-то будет сидеть в редакторе да нет там просто это ну надо много раз играть ну как немного несколько раз играть с компом понять что тебе там более-менее нравится какое навешивание более-менее тебе по душе плюс я думаю что будут сохраняться все эти ну можно будет сохранить то что ты наделал шаблон вот просто разобраться то есть понятно что и к тому же есть просто какой-то ну универсальный такой сделанный то есть кто-то может делать корабль там с бомбами и с атакующим оружием кто-то кому-то бомбы не нужно их выкинет добавить туда наоборот противоракетная какую-то хрень вот ну и самое главное тут таймер чтобы был будет таймер это все будет быстрее проходить я сделал сохраненку на всякий случай я думаю вряд ли до игры но я не знаю мне кажется я проиграл то есть ты уже не вернешься я вон вижу что сакра перекидывает юниты от тебя к нам а мне что мне что столицу возьму не возьму тебя столицу здания уже нету столицы уже мало здания две колонии уничтожено крупных и столицы ну конечно мало здания ну ладно спасибо за игру тогда много тебя били не было кстати что доигрывать все таки будем или нет ну чтоб как договориться если что мало ли ну начать это в принципе так что тест до прогонта был по сути давайте дождемся действительно когда будет тактический бой в мультиплеере тогда будет хоть смысл какой-то ну поиграй зачем ты это сейчас говоришь уже пол третьего ночи как кто сейчас играть будет а ну так создай события собери людей то есть ты ждешь что когда кто-то сделает да просто есть люди опытные я допустим это плане не очень мне пытался разбираться ну ладно в общем всем спасибо за игру я предлагаю так следить что они тут будут обновлять когда появится возможность тактических боев сыграть еще раз ну я считаю что самое крупное когда тактические бои появятся в мультиплеере то есть когда можно реально будет как-то влиять на исход боя потому что мне сейчас не очень понятно например эти вот симуляции симуляции симуляция боя я не очень понимаю как она симулируется я например сейчас вот нападал на тебя в нескольких местах было написано что типа у меня слабее но я побеждал в итоге то есть там как-то влияет вооружение и так далее что-то тоже как-то что-то вот сама механика конструирования корабля нас не случайно введена в игру это различное вооружение различные комбинации не дают различный эффект но мы этого не видим а у нас получается морской бой там d7 там мимо d8 ранен вот и вот поди разберись что это такое да но понимаешь дело в том что навешивать оружие не зная собственно что там у соперника в ответ это тоже несколько странно вот в endless legend например если я выбираю армию соперника я могу посмотреть что там у него ну что что у него одета на себе а вот как мне например создавать корабли свои вот я хочу на тебя напасть но я я представляю какие у тебя технологии да предположим но что у тебя на кораблях стоит вообще без понятия и вот как мне что мне вешать какое оружие чтобы на тебя напасть просто от балды ну вот разработчики они же сами сказали это по моему вот на вгшном стриме же и было что мол и поэта эффект форс-мажора ну это мне кажется не очень правильно им надо надо этим поработать еще что-то сделать и получается что они собираются фидбэк по большому счету вот напишите я вот не так это понятно я вот говорю вот там ну в течение вот недели может быть подписался на несколько тем вот на официальном форуме дата мальтеров ориона руда у меня телефон просто ума сходит там блин я не знаю по сотни наверно с лишним сообщений к тему ну просто уведомление приходит ответил 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 запишут пишут 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 и причем так довольно таки активно пишут там это получилось все товарищ там 99 просто тем и 99 сообщений места грубо говоря среднем это верните пошаговый режим боевки по большому разработчики вот даже вот сегодня вышел в этом телеграме переписывались дневник разработчика потом эти аргентинцы сидели и там субтитры не смотрел я мне говорят типа у нас был мол пошаговый режим сделан но мы решили от него отказаться потому что вот тактический бой это куда динамичнее круче ну короче а по сути получается ход 30 секунд а бой 15 минут и получается какая-то фигня то есть для сингла это скана это для мультиплеера точно не все спокойной ночи давайте ребят я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили до конца удачи и играйте в умные игры